Всем привет! Это Warlord! Записывал топ 10 самых желанных комплектов лета 2020 года, но меня попросили записать про более бюджетные комплекты из тех же серий. Поэтому сегодня говорим про десятку хороших, на мой взгляд, вполне комплектов за приемлемые деньги. Ну и также обязательно смотрите тот топ, также можете подписаться на мой инстаграм Den Warlord, ссылка в описании, всех жду, там 3000 участников. Всех этих участников я благодарю, круто, что вы там, присоединяйтесь. Думаю, скоро будут и розыгрыши, интересно, все там обязательно впоследствии будет. Ну и также можете там со мной переписываться, если успеваю отвечать. Поехали! Первый комплект по миру юрского периода. И здесь это лаборатория доктора Ву, где, соответственно, побег детенышей динозавров. Интересен трицератопсом и анкилозавром. Тут небольшая постройка, но она аккуратная. И в ней есть какой-то смысл, какая-то логика, что уже здорово. Здесь изучают динозавров, далее наблюдают за тем, как они вылупляются. И когда уже эта особь чуть подросла, ее, соответственно, ставят в специальный вольер за стеклом. Ну и также тут есть аксессуары типа ноутбука, интересной притованной деталью с древним насекомым, также специальным оружием, ну и также большой приборной панелью с наклейками. Двинемся далее к серии Hidden Sight. Submarina JB. Я этот набор не оценил, но, тем не менее, в нем есть плюс. Во-первых, это самый бюджетный комплект из новинок по Hidden Sight. Тем не менее, в нем некоторые интересные детали. Это эксклюзивная акула, это несколько прикольных фигурок, ну и, конечно, это статуя оживающая. Оживающая статуя вообще, мне кажется, самая крутая в этом комплекте. Сама Submarina, ну меня это лицо, честно говоря, смущает, но это принт, это не наклейки. И это, да, уже кое-какой плюс. В общем, если бюджет мало позволяет по Hidden Sight купить, но хочется что-то, то этот комплект позволяет хотя бы немножко погрузиться в серию. Ну и какая-то связь с игрой тоже здесь есть. Набор подороже, но, тем не менее, все еще бюджетный. Тоже из Hidden Sight с гоночной машиной, призрачной. Я не особый фанат транспорта, но я заметил, что детализирован транспорт классный. Это гоночная машина. Соответственно, в комплекте помимо нее присутствует и этот новый антагонист. Призрачный воин, который мне нравится. Это такая черная расцветка, доспехи, меч. Вот этот ятаган, я его так назову. Он использовался во властелине колец у воинов Урукхай. И вот они эти мечи снова юзают. Прикольно. Так, можно сказать, из функционала. Колеса могут переходить в горизонтальное положение. Это, наверное, влияет то ли на полет, то ли перемещение по воде. Сказать пока сложно. Но раскраска классная, выглядит неплохо. На полку поставить можно. И спереди этот череп этого быка или буйвола напоминает какой-то вестерн. И также водитель этой машины напоминает вестерн. В общем, неплохо. Очень даже неплохо. Двигаемся к серии Гарри Поттер. Новинки получились неплохими. Я отметил Нару, нападение на Нару в своем ролике про топ лучших комплектов. Ну, а здесь набор гораздо меньше, но, тем не менее, он неплохой. Это выручай комната. Чем он хорош? Да, он недорогой, но здесь Гарри Поттер, Гермиона, ну и Луна в комплекте. В придачу, хоть героине не нравится, она, ну, была там довольно важным персонажем. Так вот, три главных героя здесь есть. Также два патронуса, Луны и Гермионы. Тоже существенный плюс. Они встречаются только здесь. Ну и давайте о самой постройке. Есть камин, есть дверь, функционал с тем, что можно скрыть проход, потому что мы помним, что когда там изучали эти боевые заклинания, никто не должен был знать, что там происходит. Хоть впоследствии узнали. Прикольный момент из фильма. Это даже, я бы сказал, важный момент. Поэтому этот набор можно назвать классным, достойным пополнением, как в большую коллекцию, так и маленькую. Ну и еще один комплект по Гарри Поттеру. Это набор с запретным лесом. Да, я не очень сильно отзывался хорошо про этого великана. Но по фигуркам набор супер. Давайте ознакомимся с героями. Это Гарри Поттер, Гермиона, уже в уличной одежде. Два кентавра. Кентавры, я говорил, универсальные. Как и, кстати говоря, великан. Универсальный фэнтези-герой, который встречается во многих вселенных. Долорес Амбридж. Очень неприятный герой. Она, я так полагаю, попадается только в этом комплекте. Ну и поэтому, да, на уникальные фигурки комплект хорош. Дерево спорное, но внутри имеется тайник. Ну и, в общем-то, если вы фанат Гарри Поттера, и хотите украсить свою коллекцию кентаврами, Долорес, ну и героями главными, почему бы нет? А вот детали великана могут куда-то пойти, мне кажется, тоже. Да, сделан он по принципу как Человек-муравей и Орес по Marvel и DC супергероям. Увеличенный батлпак по Звездным Войнам, я так полагаю, относится к Войне Клонов и содержит фигурки 501-го Легиона. Многие ждали, когда 501-й Легион вернется в Лего. Ну, конечно, будут еще наборы по Звездным Войнам вообще, я так полагаю, по Войне Клонов. Но что можно сказать по поводу этого? Здесь два достойных транспортных средства, несмотря на кое-какое различие в размерах. И шагоход, и спидер неплохо для коллекционирования армии. Ну и сами фигурки тоже. Я думаю, далеко не у всех есть фигурки 501-го Легиона. Между тем, это, можно сказать, самый популярный Легион Энакина. Да, это Легион Энакина в Звездных Войнах. И у кого есть фигурка Энакина, хочет туда что-то добавить. На мой взгляд, это самый идеальный комплект, еще и довольно бюджетный. Мы двигаемся к Ниндзяга. В Ниндзяга годный комплект, на мой взгляд, это путешествие в подземелье черепа. Вообще, в сегодняшнем ролике мне он, даже не знаю почему, но нравится больше всех. Это самое большое дополнение для образования подземелья. То есть, да, этот комплект самый крутой. С точки зрения того, если вот у вас есть большой комплект с подземельем черепов, вот это путешествие, приключения в подземельях вы можете дополнить. И тут, да, на самом деле постройка очень неплохая. Вы можете отметить, соответственно, лестницу. Лестница ведет к небольшому аванпосту, находящемуся на склоне скал. Здесь имеются деревянные доски, наложенные довольно криво. Также детали вроде когтей, зеленого пламени. Зеленое пламя, это, видимо, то, что создает заклинатель черепов, потому что у него из черепа скелета тоже оно исходит. Также здесь есть, соответственно, орк, он здесь командует всем. И почему-то аж три ниндзя. Да, конечно, это очень неплохо, можно назвать это целым батлпаком с точки зрения героев. Но я бы разбавил вместо фигурки Ни или Джея фигуркой еще одного такого антагониста. Потому что вроде бы это их крепость, а всего лишь один человек ее обороняет. Человеком его вряд ли можно назвать, но такие вот дела. Также тут есть меч, новый крутой артефакт и подвесная клетка для, в данном случае, Джея. Ну и, в принципе, комплект он приятный. Он навеивает фэнтези темой. Говорю, берете или как дополнение, или отдельно. И неплохо. Дракон Мастера Ву критиковал голову уже несколько видео подряд этого дракона. Но это недорогой набор. Здесь эксклюзивный Мастер Ву. И не считая головы, давайте посмотрим. Дракон же годный. Можете, если вы умеете строить, взять голову и сделать этому дракону. Если не умеете, пожалуйста, вот инструкцию найдите по комплекту с теми же миньонами. Там и то голова неплохая. Ну, конечно, нужно более зло сделать для дракона Мастера Ву. Ну, а так, бело-золотой цвет, шикарные крылья. Очень классно Мастер Ву на нем смотрится. У него даже специальные вот эти поводья, эти драконы. Длинный хвост. Ну, конечности спорные. Но так, это бюджетный неплохой дракон. Помимо этого, здесь есть антагонист и также новый артефакт. Этот меч. Это самый бюджетный комплект с точки зрения того, чтобы достать такой крутой меч. С, между прочим, черепом на эфесе. Ни разу это не упоминал. Сейчас упомяну, потому что это выглядит годно. Я хотел в этом видео отметить, конечно, и набор с буклей по Гарри Поттеру, и набор с Чудо-женщиной по DC Comics. Но эти наборы были в топ-10 желанных. Поэтому сегодня без них. Итак, комплект три цикла Джокера из DC Comics. Не самый бюджетный, не самый интересный. Но вдруг вы фанат Бэтмена. Здесь четыре самых крутых героя, мне кажется, популярных по этой вселенной. Где именно Бэтмен без там Лиги Справедливости и так далее. Это Бэтмен, Робин, Харли Квинн и Джокер. Все, два на два. Плюс транспорт. У Бэтмена это баги бронированные. У Робина это мотоцикл. Его опять обделили. И у Джокера с Харли Квинн машина с открывающимся ртом. И она двухместная с шестиствольным шутером, стреляющим какой-то токсичной фигней. Но все-таки, если речь про заядлого коллекционера, я думаю, набор с Чудо-женщиной был бы вам полезен чуть-чуть больше. Видео я намеренно поместил в это 9 комплектов. Не 10. Потому что я хочу, чтобы 10-й написали вы в комментариях. Советуйте мне комплект. Поддерживайте канал, подписывайтесь. Ждите обзоры на новинки. Всем удачи. Всем пока.